Самой обсуждаемой темой на пресс-конференции стал транспорт. Глава Екатеринбурга заявляет, транспорт в Академический пойдет уже в эти выходные. Я очень надеюсь, что в предстоящие выходные трамваи в Академический поедут. Ездить пока екатеринбуржцы будут на старых трамваях. Запустить планируют 12 поездов, основная часть из которых – двухвагонные составы. Впрочем, это далеко не все достижения уходящего года. В год своего 300-летия у Екатеринбурга рекордный бюджет. Расходная часть превысила 73 миллиарда рублей. Это очень серьезная цифра. Почти 60% от этого объема направлены на социальную сферу, которая для нас является безусловным приоритетом. Главным событием в сфере строительства в 2023 году стало утверждение генерального плана Екатеринбурга. Это принципиально новый градостроительный документ, основанный на том, что любая территория должна осваиваться в комплексе, учитывая, в первую очередь, интересы наших жителей. Не отстает и социальная инфраструктура. Помимо увеличения темпов освещения улиц и расширения программы комплексного развития территорий, в городе построили и отремонтировали десятки дорог. С начала года мы построили 5 километров новых дорог в микрорайоне «Солнечный», выполнили капремонт улицы Кишиневской, начали строить дорогу по улице Рощинской. 29 декабря запустим автомобильное движение по улице Карасевской. Так у жителей Мичуринского появится второй выезд из микрорайона. Среди достижений в сфере образования 6 новых школ. А два детских лагеря «Уральские самоцветы» и «Юность» перешли на круглогодичный режим работы. На год раньше срока мы открыли новый корпус гимназии номер 40 на 1000 учеников. До конца года откроем отремонтированную школу номер 63 на 1320 мест на визе и 140-ю школу на 850 учеников на юго-западе. В уходящем году благоустроили множество территорий города. Уже облагородили участки в Солнечном и парке Энгельса и Чекалова. Еще одно решение – отказ от многоэтажной застройки на визе. Продолжаем работать над набережной главной водной артерией реки Исети. Практически с нуля благоустроен участок в районе улицы Фурманова-Машинной вдоль Клеверпарка. В следующем году завершим набережную возле Цирка. Также собравшихся волновал вопрос о борьбе с незаконными торговыми павильонами. В преддверии новогодних праздников спрос на петарды и фейерверки вырастет в разы. В этом году с начала года ликвидирована 381 незаконная точка. За аналогичный период прошлого года – 125. То есть мы активно, достаточно активно нарастили работу в данном направлении. Будет чем заняться жителям и в период каникул. Екатеринбург стал рекордсменом по количеству городских катков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова